В канун Нового года во многих семьях наряжают праздничные ели. Кто-то покупает их в магазинах, а кто-то за зеленой красавицей едет в лес. Ежедневно в лес в эти дни отправляются и сотрудники Северодвинского лесничества с профилактическими рейдами. С нелегальной вырубкой новогодних деревьев боролся и Олег Савин. Договорчику только одна. Белочка выписали, разрешенного выготовления. Все, с наступающим, всего хорошего. Перед новогодними праздниками подобные проверки сотрудники Северодвинского лесничества проводят ежедневно. Следя за тем, как и где жители города вырубают праздничные ели. Дмитрий Бунтин лесничий. Площадь под ведомственной территорией более 900 тысяч гектар. Но рубить можно далеко не везде. Допускается у нас рубка деревьев для новогодних праздников. Вот именно вдоль дорог лесохозяйственных, которые идут под расчистки, квартальные просеки. Значит, под линиями электропередач, сенокосы, пашни. В общем, местах, где в дальнейшем будут расчищаться эти площади. Совместно с полицейскими специалисты лесничества досматривают транспорт и проверяют наличие разрешающих документов. Если все в порядке, ставят отметки о совершенной заготовке или дают рекомендации, где лучше выбрать дерево. Впрочем, стоимость легальной вырубки несравнима с ценой ели из магазина. Да и сами северодвинцы отмечают, что дешевле купить разрешение. Сколько стоит купить разрешение на заготовку? 12 рублей. А как считаете, что лучше? Как лучше? Заплатить по-человечески. Нормально съездить в метелку. Заключить договор можно до 31 января включительно. Стоимость дерева не превышает 41 рубля. Вас только обойдет с трехметровой красавицы. В противном случае за нелегальную вырубку законом предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до одного года. Олег Савин, Анастасия Рябченкова, Вестник, Северодвинска.